Нормально. А спит где с вами? Ну, у меня, знаете, у меня, да, спит у меня на кровати, прям сейчас вот на кровати спит. Ну так, привыкла, что-то плохо слышно у вас стало. Плохо, да? А сейчас лучше? Ага. Ну, сейчас чуть-чуть получше. Да, так что спит она у меня в разных местах, и, в общем, и на кровати спит. Ой, ну ладно, хоть одну душу спасли эти, да я думаю, что эти погибнут. А там голые камни, и под голыми камнями, не знаю, навряд ли они, вот сейчас такие холодные ночью уже, я думаю, что они погибнут. Но они все-таки еще маленькие. А как вы их, вы знаете, что? А мать-то какая маленькая, крохотная, как она пятерых родила вообще нет. Прям малюсенькая кошечка, она, видимо, первый раз рожала. И прям крохотная, крохотная кошечка пятерых вот родила. Понятно. Ну, вы знаете, что, как вы их ловили-то? Я их тоже так, я их покормила, они так в метре подходят где-то, где-то в метре. Ну, они, да, они вот, ну, только, ну, следят за руками, за ногами очень четко следят. Как только видят, что нога приближается ближе к ним, сразу все, бросаются в рассыпную. Вы, наверное, просто не тех видели. Они худенькие тоже, худенькие. Ну, один-то красивый, с рыженькими такими, с рыженькими подпалинами, такой-такой, симпатичный. Ну, и остальные, ну, жалко, погибнут они, конечно. Хоть бы там какая-то будка была. Я вот хочу поговорить с парнем, чтобы он сделал деревянную будку. Может быть, они туда так, а так камни, голые камни там. Вы знаете что, а, вы знаете что, а мне, а мне звонила вот эта девушка, которая подкармливает. Катя, Катя звонила. Да, она мне звонила, и она мне сказала, что она для этих котят заказала зимнюю будку. Вот что она мне сказала. Тань, я вас опять плохо слышу. Плохо, да? Я так плохо слышно. А, ну, я вас нормально слышу. Нормально, да? Ну, да. Ну, я по улице спрашиваю, мы просто оттуда, оттуда пошли, но я к перезвоню, пока вспомнила. Ну, да. Вы знаете, что вот эта вот Катя, она сказала, что для этих котят на зимнюю будку заказала. Она там просила меня еще каких-то котят взять, которые там... Она заказала, да? Да, она мне сказала, что она их, во-первых, подкармливает. Она каждое утро ходит, да. Она в полдесятого утра ходит, их кормит, да. Я вот иногда вечерами, вечерами успеваю. Но сейчас уже будет темно уже. Я с работы приду, я уже, конечно, не успевать буду их накормить. Потому что темно уже будет. Я вот сейчас побежала и достаёт сюда, пока светло. Вот накормила на ночь, потому что голодно, голодно. И они там на камнях спят, под камнями. В общем, жуть. Жуть. Ну, вы знаете, она мне сказала, что она заказала будку, она их кормит. Она просила там еще каких-то взять других котят, которые где-то в другом месте. Ну, я ей сказала, чтобы она... Лерь, я зашла в этот, у нас в Ракете там этот магазин завод. Я зашла там к Жанне, к директору магазина. Она говорит, Ленера Ивановна, вы возьмите, сфотографируйте их, когда им будет две недельки. И говорит, мы повесим. А так, такие маленькие, их разбирают. А вот, я говорю, когда им две недели будет, ты принесите мне фотографии. Ну, вот, надо мне будет ей телефон-то, я не знаю. В общем, встречу я её. Она каждого утра, да, на полдесятку кормит и ходит, кормит. А вечером вот я иногда пытаюсь, иногда вот... Они с удовольствием ка-тёпленькое молочко пьют, ведь мы замерзают. И я им тёплый, нагреваю специально на микроволновке и несу тёплое там молоко. Они двигаются сразу из песка, сразу бегут навстречу. Ой, ладно, Таня, я рада хоть из-за того, хоть то душу спасли, если с ней то хорошо. А эти четверо, не знаю, бесполезно, конечно. Ну, а так, нет, она, конечно, с Матерлечкой она уже подружилась. По поводу тех, знаете, по поводу тех я хотела поймать и взять, но поскольку мне тоже их поймать не удалось. И два раза мы ездили, а второй раз я вообще там их не увидела. Второго раза их вообще не было. Ну, завтра я если пойду, вечер, если не темно будет, я вас захвачу с собой, вы можете. Я, знаете, что хотела? Пока они едят, бросят на них что-нибудь, брось какую-нибудь одежду, ну, куртку какую-нибудь. И вот пока они там отдыхаться будут поймать хотя бы одного ещё, одну душу спасти ещё. Ну, вот я говорю, сегодня не получилось. Он стал кричать, мать чуть ли не на меня прыгнула, вот так бешеными глазами смотрела. В общем, кошмар был. Они, конечно, большие уже, что там говорится. Ладно, Танюш, всего хорошего вам, будьте здоровы, будьте... Слава Богу, что вы такая на свете есть, добрая. Ну, спасибо вам, что вы её принесли, она мне очень так это... Да, Танюш, всё, счастливо, спокойно. Заходите, я вас завтра позвоню, пойдём туда. Ой, вы знаете что, я думаю, что я вот, знаете, мы вот ездили, я думаю, что в принципе я этих котят-то, ну, вот как бы видела, знаете, я уж поняла, что где эти камни, как говорится. Да нет, вы знаете, не надо, спасибо. Ну, ладно, ладно. Всего доброго, Таня, спокойной ночи, счастливо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok